Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория и сегодня в видео я хочу выполнить свой вариант ежедневного летнего макияжа вместе с декоративной косметикой от компании Фаберлик. И всем, кому интересна тема таких видео, я, конечно же, вас приглашаю к просмотру. Давненько, девчонки, мы с вами вместе не красились и сегодня я хочу выполнить свой ежедневный макияж, который я чаще всего делаю и покажу вам в применении свои любимые продукты декоративной косметики от компании Фаберлик. И вот особенно в летний период времени мне они очень нравятся. Итак, давайте вместе краситься, устраивайтесь поудобнее. Кто пьет чай, кто, может быть, занимается какими-то домашними делами на кухне, а кто-то, может быть, вместе со мной красится сейчас. Итак, давайте, в общем, приступим с вами. Я уже нанесла на лицо свои дневные ухаживающие кремы от Фаберлик. На губы я нанесла вот такой бальзамчик, чтобы немножко как-то было более так вот, да, не так скучно. И вот я наносила бальзам из серии Ома с ароматом апельсина. В принципе, неплохой бальзам. Он неплохо и как бы увлажняет, и немножко питает кожу, губ, ну, подойдет для ежедневного использования. Сейчас я на все лицо буду наносить вот такой тональный крем. Он с SPF фильтром 25. Я вам уже говорила, что мне эта тональная основа, двойной тональный крем из серии Glam Skin, по-моему, да, Glam Skin он называется. Мне он очень нравится, и я его вот особенно люблю летом. Почему? Потому что сама тональная основа, она ложится очень тонко, невесомо на кожу, не перегружая ее. Его не видно на коже, но при этом он как бы хорошо выравнивает тон, скрывает какие-то несовершенства. Конечно, если есть сильные покраснения, он их не перекроет, но тон кожи он хорошо выравнивает. У него такой легкий эффект лифтинга, эффект софт-фокус, который как бы вот вместе с тем и немножко кожа выглядит с ним свежо, молодо. Это хорошо подойдет он и для молодой кожи, и для зрелой кожи, и вот я очень люблю эту тональную основу. Вот в этой тональной основе у нас здесь есть еще база, но у меня тип кожи комбинированный, и в Т-зоне у меня кожа склонна к жирности. Поэтому в летний период времени я этой базой практически не пользуюсь. Но когда наносим базу, то база как бы является таким хорошим связующим звеном. Поэтому я вам уже говорила, что эту базу, в принципе, если вы куда-то собираетесь в путешествие, на дачу, на выходные, и берете с собой декоративную косметику, то можно, в принципе, не брать с собой дневной тональный крем, а воспользоваться этой базой. В составе этой базы есть масло розы, есть специальные ухаживающие компоненты. И я смотрела, у нее состав, в принципе, близок к дневному тональному крему. Но может быть здесь еще, вы знаете, немножко есть такая, как бы чуть-чуть поначалу липковатость, и еще больше эффект лифтинга получается, когда используется и база, и тональный крем. Но я базой пользуюсь редко, зачастую она у меня остается целой, почти неиспользованной. Но сегодня давайте воспользуемся базой. У нас сегодня дождик на улице идет целый день. На улице похолодало, не жарко. Просто покажу вам, как ложится база. Для этого я нанесу ее сейчас пальчиком, тоненьким слоем распределяю по всей коже. Видите, вот она дает сразу такой вот эффект, немножко как бы холеной кожи, ухоженной, и вот эффект софт-фокус. То есть, светоотражающие частички здесь тоже вот есть, и вот за счет этого как бы идет еще больше вот эффект лифтинга и эффект вот свежей отдохнувшей кожи. В общем, вот так смотрится эта база. Она очень приятная, очень деликатная, ненавязчиво пахнет, имеет аромат розы, так как в составе здесь есть масло розы. Ну и вот я базу уже нанесла на кожу. Ну, немножечко сейчас эта база у меня чуть-чуть как бы побудет на моей коже, подружит, впитается. Ну, а мы пока с вами нанесем вот сюда корректор под глаза. Кто-то наносит корректор после использования тональной основы, но я наношу до. Почему до? Потому что, ну, когда наношу тональный, все равно немножко он сюда попадает, и потом уже корректор, ну, уже можно, знаете, и не наносить, да, с одной стороны. Я раньше, когда вот еще до прихода в компанию Фаберли, когда вот еще у нас не было столько и декоративной косметики, в основном это во времена моей молодости был тональный крем-балет, появлялся у нас лореаль, мы в основном использовали балет, да, вот наносили его под глаза сразу, то есть на все лицо нанесли и побежали. Сейчас мы уже такие умные стали, наносим все по правилам, а раньше как-то вот, ну, поэтому вот я, как бы еще так, можно сказать, по старинке всегда наношу сначала сюда корректор под глазки. И у меня это консилер-корректор из линейки, тоже Glam Team, называется он Glow & Touch, вот так он выглядит. Вот он в компании Фаберлик, он средний по плотности, у него тоже хороший эффект, софт-фокус, как бы за счет светоотражения, хорошо как бы открывается взгляд, визуально уменьшаются на темные круги под глазами, его можно наносить вот сюда, на наши сосудистые вот эти вот участки, да, вот сюда можно нанести, как бы вот в район губ, чтобы вот немножко уголки вот эти вот высветлить, вот сюда можно, допустим, вверх, да, ну, кто как наносит, то есть можно на треугольные красоты наносить, очень приятно пахнет, здесь в составе есть глина, поэтому как бы немножко такие и увлажняющие, и питающие кожу свойства. Хорошая вот эта основа для зоны вокруг глаз не перегружает, не забивается в морщинки. Если вам, вот, например, у нас есть еще из серии Beauty Lab корректор, который еще более легкий, и у него все-таки больше увлажняющих свойств, то вот этот чуть-чуть поплотнее, и вот он средний такой, думаю, вам подойдет, ну, и, конечно, есть у нас стойкий First Class, там он прям совсем вот такой стойкий, его можно наносить поверх вот этого, либо Beauty Lab немножечко разбавлять, для того, чтобы, вот, если есть прямо ярко выраженные темные круги, есть какие-то покраснения, которым хочется точечно убрать, можно использовать First Class, ну, и также на все лицо можно пользоваться. Я буду в зеркало подсмотреть, сейчас посмотрите, у меня, конечно, здесь есть вот эти круги, и я всегда тот человек, который, ну, сова, есть люди-жаворонки, да, они рано ложатся, рано встают, а я сова, которая, можно сказать, всегда поздно ложится, но зачастую встает не поздно, и не очень рано, но и не поздно, поэтому вот из-за этого у нас всегда кожа под глазами, сразу, в первую очередь, дает о себе знать. Хочется все себя переучить, вот, это, конечно, очень хорошо, когда мы рано укладываемся вечером спать, рано встаем, часиков в 5 утра, да, но вот у меня пока так не получается, хотя это очень полезно для нашего организма, для лица, для нашего, в общем, для всего, но вот пока напишите, кто вы, жаворонки или совы. Так, вот, немножко как раз здесь я скорректировала, вот, какие-то там покраснения, и немножко, как бы, вот эту зону, я ее чуть-чуть, вот, уже сравняла, да, более ровненько получается. Ну, и теперь давайте наносить тональную основу, где-то 2-3 нажатия мне хватает на все лицо, и если я пользуюсь, вот, каждый день, здесь по 15 мл основы и, вернее, базы и основы, то, ну, где-то на месяц, 2 недельки, вот так, мне примерно этого средства хватает. Спонжи у меня, к сожалению, не Фаберлик, они у нас куда-то пропали из каталога наши треугольные, хотя были очень хорошие, но вот пока я делаю 2 нажатия, у меня этот тон 64-53 с розоватым подтоном. Я уже вам говорила несколько раз, не бойтесь брать с розоватым подтоном, если у вас особенно, вот, холодный цветотип внешности, потому что, как бы, хорошо освежает. Ну, а есть у нас еще такой, не с розоватым, а с более таким, наверное, песочно-бежевым подтоном, еще один оттенок, то есть всего у нас 2 тона. Ну, в принципе, тональная основа неплохо и подстраивается под тон кожи, она хорошо выравнивает, ложится очень тоненьким слоем, невесомым, ну, вот, видите, не перегружает кожу, смотрится очень натурально, обожаю этот продукт. Конечно, тональная основа не бюджетна в каталоге, но, девчонки, она того стоит, поверьте. Особенно на лето здесь и SPF хороший, она, думаю, вас порадует. Вот хороший такой вот эффект получается, и кожа не перегружена, и впоры не забита, и не видно на лице. В общем, я очень-очень довольна, и у меня всегда за лето, ну, флакона, наверное, по 2 уходит. Бывает там под надоезд, хочется какую-то другую. Кстати, я еще достала сменный блок у нашего кушона Бэби Фейс, и вот у нас было жарковато на этой неделе. И вы знаете, я заметила, что когда наносишь Бэби Фейс, он, конечно, как-то вот зимой ложится, но под него нужно что-то увлажняющее нанести все-таки, потому что он сразу как бы идет с эффектом небольшой пудры, но я все равно припудриваю. Но впоры не забивается, и есть у нашего кушона Бэби Фейс специальный компонент, который регулирует выработку кожного сала. Я заметила, что действительно в жару, вот если я использую Бэби Фейс, кожа в этой зоне не так быстро жирнится, и, в общем, у меня он очень радует. Хороший кушон. Мнения, конечно, разделились. У нас кому-то ICO нравится, но мне ICO не подходит, он мне желтит. Хотя он и подстраивается в одном оттенке, но, тем не менее, желтит, и на кожу ложится на мою он хуже. Поэтому я вот остановилась на Бэби Фейс, и мне он очень-очень нравится. Бэби Фейс я 61-71 покупаю, тоже с розоватым подтоном. В общем, вот так я распределила немножко вот сюда, на зону шеи. Выровняю остаточки. Можно разнести вот здесь хорошо, с такими вот втаптывающими движениями по коже. Ну, вот так смотрится тональный крем. Очень его люблю. Сейчас он немножечко вот еще тоже как бы и с базой подружит, да, впитается. Ну, и немножко я все равно кожу припудриваю, потому что все-таки база здесь, она сама по себе больше у нее таких вот легких питательных свойств. И вот особенно, вы знаете, хорошо в холода вот эта база, но она придает еще больше холености коже. Ну, в принципе, кто как. Можно и летом пробовать наносить. Беру я нашу кисть. Кстати, у нас сейчас кисти идут по желтым ценникам вот эти. Обожаю. Она немножко как бы приплюснутая, такой конусообразной формы. И, в общем, мне этой кистью очень нравится наносить пудру. Пудра у меня вот такая. Давайте покажу. У меня здесь уже хорошая дырочка затерта. Это 63-49 тонн фарфоровый, пудровый, тендрай. Ее можно наносить на кожу как сухим, так и влажным способом. Но, вы знаете, я как-то влажным способом пудры, вот вроде бы указано, что можно, но я никогда не наносила. Мне все-таки больше нравится наносить пудру легким таким слоем, легкой вуалью, именно вот кистью. И вот такой оттеночек имеет пудра. Я до этого покупала 63-64 тонн, потом взяла фарфоровый. Он чуть-чуть посветлее, у него больше розоватого подтона. Вот снова им не оказалось, что вот в 63-49 мне больше подходит. Кстати, пудра сейчас идет бонусом за покупки. Она выходит где-то рублей, наверное, 350-370, в зависимости от вашей скидки в каталоге. В принципе, хорошая у нее сейчас стоимость. Поэтому смотрите, обращайте ваше внимание. Все артикулы будут в описании под видео. Средств, которые я использую. И также я вам ссылку, у кого еще нет скидки 20% на нашу продукцию, оставлю вам ссылку для регистрации под видео. И вот в первом закрепленном комментарии. В общем, вот так я нанесла пудру. Ну, а теперь мне нравится еще одна пудра, которой я, кстати, пользуюсь в летний период времени. Да, наверное, вообще вот круглогодично. Я использую ее два раза в день, то есть с утра, когда делаю мейк, ну и потом, чтобы вот в Т-зоне немножко, когда появляется вот это естественное сияние, вырабатывается у нас кожные железы наши работают, да. И вот эта пудра, она хорошо, как бы вот, хорошо матирует Т-зону. Это 64-41, это наша прозрачная пудра. У меня таких две в запасе. Это у меня здесь вот уже тоже дырочка, и я прям беру вот этим спонжем, уже скоро отправлю в пустые баночки. Ну, вот так вот на Т-зону. Она, вы знаете, она не как присыпка, вот такой немножко тальк, но при этом полупрозрачный, который хорошо ложится на кожу. И хорошо, как бы вот, хороший эффект мотирования. Вот потом вот здесь вот кожа не блестит, наношу вот сюда. Ну, и наношу также я её вот сюда на Т-зону, потому что здесь вот у нас всегда лоб тоже, особенно в жару, он у нас всегда блестит, да. Так, ну, вот я добавила вот этой пудры спонжиком. И теперь мы с вами немножечко сконтурируем лицо. Сейчас поправлю свою челочку, потому что всё-таки я перед вами, девчонки, стесняюсь сидеть лохматой. Думаю, ну, чтобы как более эстетично было, выглядело. Вообще, свой мейк я всегда делаю по утрам, после душа и с полотенцем на голове. Потом иду сушить волосы. То есть не сразу, чтобы немножко как у полотенца. Вот, либо вот чалма у нас есть от Фаберлик, это всё впитало, ну, и потом уже, вернее, влагу лишнюю, потом уже начинаю. И мне так удобно, когда вот полностью тогда лицо открытое в полотенце, это всё делать. Ну, в общем, такие подробности небольшие вам рассказываю. Вообще, вы знаете, я люблю делать контурирование, я уже говорила, у меня вот такие румяна в шариках. Надеюсь, компания Фаберлик нам сделает. Это у меня тон 3704, такой здесь пыльно-розовые шарики, коричневые. Они очень хорошо смотрятся, очень натурально. Уже, я не знаю, срок годности, я вообще тот человек, когда я не использую сухие текстуры по истечению срока годности. Здесь он не был указан, но вот, вы знаете, прям хорошо я попользовалась. Вот такие шарики, обожаю их. Я вот их нанесу вот сюда, затемню, немножко румян. Вот этих 6408 тоже у меня есть в запасе. Наверное, пойдут скоро в пустые баночки, мои любимые. Они хорошо омолаживают, вот здесь ярче, а вот наносишь на кожу, они смотрятся, очень освежают они хорошо лицо. Поэтому вот я полюбила именно вот этот оттенок, хотя у меня все три, они очень приятно пахнут. И люблю я вот этот хайлайтер. Гоу Глоу, 6434 его артикул. У него оттенок шампань, его можно наносить и как хайлайтер, и под бровь, и поверх матовых, и просто вот, как немножко освежить центр века. Кто вот летом не любит жару перегружать, у него такое красивое, сатиновое, как бы, свечение идет. Но у меня есть еще вот такая палеточка, которую я, кстати, повторила. И давайте мы с ней сделаем. Она, у нее хайлайтер чуть посуше. Все-таки мне вот этот хайлайтер, который у нас в Гоу Глоу, мне он нравится больше по своему качеству. Здесь чуть-чуть посуше, и он даже еще поделикатнее. То есть на жару, кто вот не любит, ну, в принципе, будет самое то. И вот этот оттенок тоже. У нас две этих палетки, это в холодной гамме и есть в теплой. И вот оттенок румяна, оттенок слива, он тоже чуть-чуть поделикатнее. То есть он вроде бы освежает, но не так вот, например, как у нас вот эти румяна. И я, бывает, в растушевке наносила вот как бы вот тени растушевать, потому что вот такие тени в пыльно-розовой гамме я использую. Вот как тени тоже он неплохо подойдет и неплохо будет освежать. Ну и давайте мы с вами сейчас нанесем. Я возьму у меня такие кисти, они у меня уже лохматые. Такие вот уже, можно сказать, ну, пользуюсь я ими, наверное, лет пять. Это точно, покупала фикс прайс, но они натуральные. Здесь, по-моему, козочка, мне очень нравится, натуральный ворс. Он забирает сколько нужно средства, хорошо наносит, не размазывая, то есть не нанося лишнего, хотя, в принципе, вот можно, наверное, да. Вот такой оттеночек. Ну и давайте сейчас мы с вами прямо вот так легонько-легонько нанесем. То же самое я сделаю вот здесь. Немножко, как бы, вот эти участки затемню. Можно вот сюда чуть-чуть, как бы, чтобы не так бледненько было, да, придать эффект загара. Так, кто без челки, вот сюда. Ну, я обычно в полотенце, когда сижу, сюда наношу. Сейчас не буду лишний раз ее там лохматить. Давайте так. Так, ну и теперь я хочу немножечко добавить еще хайлайтера. Вот сюда на эти участки на лице вот такой хайлайтер. Ну и давайте мы с вами тоже попробуем нанести. Он, вы знаете, идет с немножко таким чуть розоватым переливом. Давайте покажу. Он его вот такой. Но по текстуре он прям немножко пылит. Смотря, конечно, какой кистью. Ну вот, я набираю. Видите, все равно вот эти пылинки, они здесь присутствуют. Они здесь есть. Так, я немножко буду смотреть вот сюда в свое мелкое зеркальце. Ну, прям вот очень-очень деликатно получается. Вот, смотрите. Я прям так хорошо, активно машу по щекам. И легкий-легкий-легкий перелив. То есть он не перегрузит. Вот на лето, в принципе, хорошо будет. Если на зиму, кто вот любит, знаете, вот у нас есть палетка 5 в 1. Там хайлайтер, он идет с эффектом влажного внутреннего свечения. Здесь нет. Здесь просто вот, ну, как бы вот освежить, да, вот сделать более такой свежий вид, не такой помятый, более такой молодой, озорной, вот можно воспользоваться. Ну, а теперь давайте я использую вот этой кистью для нанесения румяна. Она тоже немножко как бы приплюснутая, скошенная. У меня их две. Она чуть-чуть похуже набита, чем вот я показывала вам предыдущую. Но для наших вот кругленьких рефилов, вот этих, она прям идеально подходит. Видите, она хорошо ложится, не задевая вот соседние рефильчики. И вот такой у нас оттеночек. Это оттенок, ну, вот такой оттенок светлой сливы. Вот тоже для холодного больше цветотипа. Есть у нас порозовее. Я наношу, раньше наносила я, вы знаете, как я уже говорила, на улыбке. И вот сюда. Если наносить вот сюда, вы расширите лицо. То есть оно будет у вас такое пышное, румяное такое и, ну, более широкое. Если наносить румяна вот сюда, где вы наносили хайлайтер, вот немножко, да, как бы добавляю. Можно и поверх смешать, ничего страшного. Вот на вот эту вот одну треть, вот сюда мы наносим. Тогда мы как бы приподнимаем чуть-чуть эффект лифтинга. И лицо у нас остается, то есть оно не расширяется. Вот так. Ну и давайте мы с вами будем вот так вот, вот сюда, легонечко. Прямо так нежненько, нежненько. Вот. Чтобы, конечно, я много не нанесла. Так, я уже, девчонки, лезу в тени. Вот я сейчас вам тут нанесу румяна коричневыми тенями. Уже тут все закрыла я, рановато я убрала. Ну, давайте нанесем с вами вот сюда. Вот так. Покажу вам. Прямо легонько. Они хорошо растушевываются. Ну, вот эти вот моно, они прям вот, кажется, что ярче такой оттенок, более розовый. Но он смотрится красиво. А здесь тоже, вы знаете, прям очень деликатно на лето, немножко освежая, не перегружая. То есть, видите, вот эти ямки вот сюда, вот как вот, да, вот на вот эти щечки, я не стала наносить. Я нанесла вот сюда. Ну, это, наверное, я много заехала даже, можно было. То есть, вот сюда вот, на вот эти вот участки. Вот, у кого особенно скулы, но у меня они не ярко выражены. То есть, вот на вот эти, чтобы нам не сделать, как бы, матрешку. Ну, это я подсмотрела у одного блогера профессионального, кто выполняет мейки. Ну, а теперь давайте с вами приступим к теням. В принципе, с этим мы с вами уже завершили. У меня тени, девчонки, любимые. Это вот такая палеточка. Она у меня тут уже, ну, видно, что каждый день я ее пользуюсь. Это у нас самонаборные рефильчики. Здесь у меня три матовых оттенка любимых. Любимый у меня 5838. Он такой, как бы, пыльно-розовый, немножко с сиренью. Теплому цветотипу не знаю, как. Пробуйте, потому что я видела вот отзывы тоже. Девушка-брюнетка, блогер, но у нее теплый цветотип внешности. Я вот, как бы, хвалю, да, 5838. Я тоже брюнетка, у меня холодная. Мне они подходят идеально, мне не нравятся. Ей не подошел оттенок, не понравились тени. То есть, ну, здесь уже нужно на себе, как говорится, пробовать. Потом мне очень нравится 5841. Холодный коричневый нюд. И здесь у меня один сияющий. Это сияющий графит, по-моему, 5853 его артикул. Здесь есть, я вам уже говорила, давайте вот так покажу, мелковатые блесточки. Но их не видно, они мне никак не мешают, не раздражают. То есть, они куда-то деваются, испаряются, да, они как пылинки такие. Но графитовый тон, он хорошо, вот вы знаете, кто делает в холодной гамме, да, и вот, ну, затемнить вот этот уголок, бы смешать с лиловым, получается красивый оттенок. Вот я их смешиваю, мне нравится. Ну, и у меня еще светленький вот такой есть. Я пользуюсь им редко, когда наношу вот под бровь оттенок вот этот Эцклея 6880, чтобы немножко это сияние убрать, я разбавляю. То есть, вот так. И я наношу, здесь у меня есть вот спонжи, которые шли с этой палеточкой. Я наношу основной тон на веко. Он, в принципе, если нанести его кисть, он будет тогда, ну, не так ярко выражен, потому что я буду разбавлять еще сатином. Я наношу спонжем, мне так удобно. Вообще, вы знаете, честно скажу вам, до прихода на YouTube и начала съемок своих видео, я не знала, что такое кисти, что такое там хайлайтеры, скульпторы. В общем, нанесешь тональный крем, нанесешь вот сюда уже корректоры стали появляться, немножечко румянца на щеки. И вот этим вот спонжами наносишь тени. И тени я раньше использовала, всегда, я вам говорила, в коричневой гамме, золотисто-коричневой. Но, как выяснилось, когда я стала вести канал, что я не могла понять, у меня теплый, холодный цветотип внешности. Вот вы мне часто говорите, тебе там идут все помады, которые ты наносишь. Ну, может быть, да, какие-то идут, какие-то, может быть, не совсем. Но потом поняла, еще становишься старше, канал у меня уже давно на YouTube. И когда сама на себя даже со стороны смотришь, начинаешь понимать, что да, мне вот идет пыльно-розовая, больше такая вот холодная гамма. То есть она как бы больше всего молодит, амолаживает, освежает. Коричневую гамму я сейчас редко используюсь. Потом мне еще неплохо с зеленой гаммой, такой с оливковой. Но тоже пользуюсь редко. Ну, больше вот использую вот такие ягодные оттенки, пыльно-розовые вот оттенки. Вот у нас палетка вышла запеченных теней, там тоже такой красивый такой вот оттенки, вот эти, ну, сливы, вот, не знаю, вот такие больше люблю. Но вот на каждый день у меня вот этот оттенок, вот из этого, из этих монотеней 58-38, я уже не знаю, какой по счету, у меня два в запасе лежит. Я их постоянно беру в запас, и мне очень нравится. В принципе, можно его, вы знаете, вот он, вот такой оттеночек, его можно на каждый день просто нанести его кистью, прям легонько, вот так, даже вот, чтобы не было вот этих границ, растушевать. И нанести немножко туши, и будет достаточно, в принципе, да, можно вот так воспользоваться. Ну, немножко разбавить сатином можно по центру, потому что все-таки сатин, он неплохо, вот здесь немножко в складочку попали у меня тени, ой, тени, корректор. Ну, это любой корректор, он все равно в складочку, когда его наносите его в качестве базы, распределяете остатки, он все равно любой, немножко так, давайте вот сюда смотреть. Он, любой корректор, он немножечко, его нужно поправлять в любом случае, то есть в складочку он попадает, потому что моргаем мы. Тем более у меня кожа век тоже, она не сухая, так, очень хорошо служит базой под тени, у нас есть еще из линейки First Class корректор стойкий, вот он, отличная база под тени, и тени ярче ложатся, в общем, если вы не пробовали, советую вам его попробовать. Вот так, сейчас я возьму вот такую кисточку, ну, типа карандашика тоненькую, тоже у меня это Fix Price, раньше Fix Price были хорошие кисти, были качественные, ой, упал у меня спонж, по 99 рублей они были там всего за одну штучку, и цена была очень приемлема. Сейчас там, конечно, уже таких вот нету кисточек, это можно на Валберис поискать. Так, вот сюда немножко я добавляю, тоже этот оттенок 5838, то есть я его добавила и вот сюда, и вот сюда, как бы, чтобы было у меня более такая вот гамма одинаковая. Но сейчас это все растушую, пока так вот получается. Так, и теперь следующее, что я буду брать из этой палетки, у меня есть еще вот такая скошенная кисточка немножко, мне она, кстати, очень нравится, видите, они у меня тоже уже такие лохматые, заерзанные, но здесь натуральный, по-моему, пони ворс, и она скошенная, и вот такой кистью вот по веку, потому что тоже у нас, как бы, под наклоном немножко идет все-таки, да, и вот очень-очень удобно пользоваться, удобно наносить. Так, ну и теперь давайте нанесу 5841 темно-коричневый, немножко вот сюда, как бы, поверх углублять буду свою складочку. У меня века посажена достаточно глубоко, то есть у меня, как бы, есть нависание, и поэтому я, у меня такой складочки, вот как бывает у девчонок, глаза крупные, да, и хорошо вот складка прям можно прорисовать, такого нет, поэтому я вот использую такой способ. То есть, как бы, я вот здесь немножко затемняю, и, как бы, ну, получается, делается вот такой эффект, да. Кто смотрит, девчонки, меня профессионалы, я обычный человек, который пользуется косметикой. Как умею, так и крашусь. Так, поэтому уж не обессудьте. Так, ну, немножечко я сейчас добавлю еще, не буду добавлять, я коричневый хотела сюда, я возьму, у меня есть еще вот такая карандашиком кисть, она тоже у меня фикс прайс. У меня есть и наши Фаберлик кисти, они неплохого качества, но они, девчонки, синтетика, поэтому я все-таки на глаза, вот, ну, больше мне нравятся вот натуральные кисти. И теперь я буду добавлять сияющий графит, вот этот дымчато-черненький, тоже вот наношу его на вот эту кисть карандашик, и вот сюда, прям вот, видите, близко, в уголочек. Можно как в качестве стрелочки растушеванной сделать, стрелочки я не использую, потому что с возрастом, чем меньше у нас графичности, тем это лучше, чем мягче все вот эти линии, тем лучше получается. Так, вот здесь вот как-то плохо растушевывается, потому что влажно на улице очень, дома тоже. Так, вот так немножко я добавляю, вот сюда, как бы углубляю еще свою складочку, это все делаю сейчас, растушую, складочки хуже растушевываются. Так, вот, немножко я добавляю сияющий графитовый оттенок, вот сюда тоже я углубляю, добавляю. И вот я поверх еще вот этого оттенка, ну, пыльно-розовый, да, 5838, тоже добавлю графит. Ну, добавлю я вот этой маленькой кисточкой, которую я пользовалась, вот этой, прям малюсенькой. Так, немножко, прям капельку я добавляю сияющий графит, и вот сюда, где-то на 1 четвертую, по внешнему уголочку, я добавляю графитовый оттеночек. Так, вот так. Так, давайте вот так, а то мне так неудобно. Так, вот так, прям хорошо растушевываю. Чтобы я пятен не наставила. Как бы, ну, просто, как бы делаем, да, подчеркиваем, вот, больше, вот, как бы, выразительность глазам придаем. Так, и теперь обязательно я эту кисть еще раз макаю в 5838, вот этот пыльно-розовый. И то, что я нанесла серое, я его еще раз растушевываю, чтобы убрать вот эти вот все резкие линии. Чтобы получилась одна единая гамма, такая пыльно-розовая, холодная. Вот. Видите, вот уже мягче линия, да, вот я его растушевала. Сейчас то же самое я сделаю вот здесь. Вот, но я сначала сейчас нанесу под бровь оттеночек из линейки Эцклео. И нанесу я также в уголок глаза у меня, девчонки, есть кисточка. Так, сейчас я отставлю. Думаю, неудобно. Так, вот такая у меня есть кисточка. Где она у меня? Вот, карандашиком тоже. Это у меня реплика Зоева. У меня есть на канале отзыв на эти кисти. Я их на Алиэкспресс тоже заказывала 100 лет назад. Уже, наверное, больше 5 лет. Там 12 кистей было. И именно для того, чтобы наносить тени. Но это тоже, по-моему, козочка. То есть, ворс здесь натуральный. У меня вот такие тени. У меня есть в запасе они. Я вам уже говорила, это хрустальный розовый серия Эцклео. И эти тени сейчас со скидкой 50%. Вот у меня оказался самый ходовой из этой линейки теней. Самый любимый оттеночек. Он, вы знаете, похож на наш хайлайтер Гоу Глоу. Вот, который я вам показывала отдельно хайлайтер. И вот такой, как бы, оттенок шампань чуть-чуть. Вот он получается. В принципе, если у вас есть хайлайтер. Ну, здесь вот чуть-чуть порозовее. То есть, хайлайтер, он больше в нем шампань. Оттенок он чуть-чуть, как бы, такой. А здесь вот, ну, капельку порозовее получается. Так, нанесла я под бровь. И вот этот светлый розовый, который я вам показывала, вот из этой палеточки, я немножко его добавлю. Чтобы вот здесь вот все-таки, вот, ну, бывает, знаете, вот многовато мне вот этого сияния. Не хочется его, как бы, приглушить. Поэтому я немножко матовым оттенком приглушаю. Не бойтесь, у вас вот есть тень. Экспериментируйте. Добавляйте, находите свое. Так, вот, нанесла. Ну, и теперь я сейчас возьму кисточку карандашик. И этот же оттенок теней 68-80 Эцклея от хрустальной розы нанесу. Прямо точечкой вот сюда, чтобы сильно тоже не наносить много. Я, как бы, вот, в уголок глаза, да, поставлю акцентик легенький такой. Так, вот, прям совсем чуть-чуть, капельку я сделала акцент. Ну, и теперь следующее, что я хочу сделать. Я снова возьму, девчонки, кисть вот эту скошенную, которую я брала. Вот. И сейчас я возьму 58-38 оттенок пыльно-розовый. И немножечко вот поверх черного я еще раз вот так вот от центра века я это все растушевываю вот сюда к краю. Ну, вот здесь вот захватывая с коричневым, как бы, все эти оттенки хорошо растушую. Их смешаю, чтобы у меня снова получилось вот это вот убираю. Вот видите, вот здесь вот есть резкие вот эти грани. А здесь вот все оно как бы смотрится в единой гамме, потому что я его растушевала. Ну, и то же самое я сейчас сделаю вот здесь вот на втором глазу. Также я прям беру от центра века еще раз все это растушевываю. То есть растушевываю я тем тоном, который наносила вот матовый на все века. Как бы, чтобы у меня это все было вот едино смотрелось. И я вам сейчас покажу вот эти румяна. В принципе, знаете как, здесь оттенок он немножко похож, вот оттенок сливы. Можно им в растушевке пользоваться. Можно взять вот еще одну. Давайте возьмем с вами большую кисточку растушевочную, вот эту. Это тоже у меня фикс прайс, кстати. Вот тогда их накупила и вот до сих пор ими пользуюсь. В принципе, вы знаете, много накупать кистей не нужно. Нужно взять то, что вы вот пользуетесь. То есть у меня, например, я пользуюсь, ну где-то там, пусть у меня там десяток их, да. Может быть штучек восемь вот в макияже я задействую, остальные у меня простаивают. Поэтому я половину то племянником раздарила. Те кисти, которые вот у меня не в использовании. И вот, поэтому считаю, что в принципе нужно иметь вот стандартный набор кистей. Остальные они у вас те, которые вот не используете вы. Ну кто-то может быть пользуется, это вот кто выполняет кому-то. Вот, видите, вот тоже это я беру румяна. Они похожи, они вот здесь тоже можно их добавлять в растушевку. Вот так они смотрятся. В общем, вот я это все дело растушевала. Можно на лето, чтобы не было лишнего блеска, оставить так, нанести немножечко, может быть множечко, кто любит побольше на реснички туши. Ну а можно, чтобы больше вот как бы взгляд заиграл, оживить. Я снова беру вот эти тени из клея. То есть можно любые сатиновые, можно взять хайлайтер с розовым переливом, тоже будет красиво, любой светлый оттенок. И прям вот я пальчиком чуть-чуть набираю на палец вот этот оттеночек. И я сейчас прям вот на центр века, такими вот движениями, вот как маятник, да, вот так вот прям я, можно точечку вставим, и мы ее туда-сюда растираем. От центра вот сюда вот, вверх немножко. Вот так я ее растираю чуть-чуть. Сейчас с вами сравним, что получилось. Конечно, немножко светлее получается оттенок, да, но и получается, что как бы более так вот, да, живенько, более нарядно смотрится. Здесь вот, ну вот на жару, мне кажется, будет, особенно когда вот сильная жара, вот этот блеск не хочется, мы так и испарено у нас, да, когда очень жарко, и еще вот это все блестит, можно в принципе не добавлять. Но когда не очень жарко, когда хочется освежить, вот к вечеру там можно вот воспользоваться, прям пальчиком нанести. Не бойтесь, хорошо это все растушевывайте на центр. И зато у вас, если вот глаза, ну, глубже посажены, и взгляд будет у вас более открыт. То есть каким-то светленьким оттеночком мы немножечко это все дело освежим. Уже я здесь растушевывать ничего не буду. То есть вот таким образом я это все оставляю. И когда вот мы разговариваем при боковом там зрении, у нас как бы вот этот сатиновый перелив, он придает живости, игривости, кокетливости, свежести. Ну, вот такой прием незамысловатый. Ну, и сразу вот как-то у нас меняется, да, мейк. Теперь я следующее, что хочу сделать. Давайте, наверное, я не знаю, посмотрим, может быть, за кадром нанести на брови. Ну, посмотрим с вами сейчас. Брови я... Ладно, давайте мы их оформим, наверное, на брови. И оформим с вами, потом нанесем с вами тени. Так, брови я оформляю вот этой палеткой. Это у меня уже третья палетка. Здесь уже скоро сроки годности тоже у нее завершаются. Но мне из этой палетки, вот для того, чтобы заполнить пустоты в бровях и сделать их ярче, подходит вот этот оттенок. Так, как бы вам показать, чтобы не сильно светить. Вот этот самый темный коричневый. У меня здесь его уже капелька. В общем, как он закончится, тогда... Я сейчас... Раньше прям активно пользовалась этой палеткой. Сейчас вот перестала использовать. Хотя здесь есть красивые оттенки. Красноватые мне не подходят. А вот эти, которые... Такие вот тоже нежно-розовые здесь очень красивые. Я как бы вот... У меня тоже эта кисть от Фаберлик. Еще у нас первый запуск кистей. Она мне, кстати... Она у меня пошире. Она мне как-то больше подошла вот для оформления бровей. Я прям вот так ставлю. Немножечко как бы вот я прохожусь тенями по всей линии роста бровей. Так. Ну, немножко как бы, видите, я пустоты заполнила. И чуть-чуть бровь более выразительная. Да, вот не такая лохматая уже по сравнению с этой. Ну и то же самое. Давайте вот так вот отодвинусь, чтобы мне было удобно. То же самое я делаю со второй бровью. То есть, так же я ее заполняю. Как бы при этом я сразу и причесываю. Можно, конечно, кисточкой специальной это сделать. Ну, вот здесь особенно вот в начале, да, вот и хвостик хочется как-то прочертить, сделать более яркими их. Раньше вообще, помню, брови ниточки были. Это я уже на YouTube пришла, когда начала снимать видео. У меня, кстати, еще были более тонкие. Тогда как-то была мода. И вот смотришь на себя на фотографиях, думаешь, ну, зачем так было перещипывать сильно вот эту ниточку из бровей делать. Хотя вот, ну, более естественно, да, все-таки они лучше смотрятся. Потом начала вот нашими гелями для бровей, начала как бы их вот, ну, вот эти вот все, что перещипано было, заполнять наоборот. То есть, у нас мода вернулась на естественность. Вот такой у меня маркер. Кстати, они гораздо лучше, чем у нас во втором запуске. Во втором запуске для меня это больше подводка, чем маркер. Хотя, видела тоже у девочек отзывы, кому-то удобно пользоваться. Но мне вот эти маркеры прям зашли, понравились. Маркеры великолепные. И вот я еще поначалу, вот где-то поначалу и по хвостику немножечко как бы пройдусь этим маркером. Я не полностью оформляю бровь, а этим маркером как бы дорисовываю волоски. Ну, где, допустим, у меня их меньше растет там. То есть, как бы вот так. Хватает мне, наверное, почти на год этого маркера. У меня один в запасах остался. Вот еще в распродаже они мелькали в каталоге. Так, ну вот сюда, вот здесь вот я тоже вот хвостик чуть-чуть как бы пошире прорисую. Вот так вам покажу. Конечно, неудобно брови на камеру. Хочется как-то так всегда мы брови, да, вот что ресницы, что брови. Если, допустим, есть у нас вот время, мы выводим. А если нет, то быстренько провел. Кто-то карандашиками. Ну, я, вы знаете, как-то у меня есть карандашики, но я пользуюсь ими реже. Я больше тенями заполняю. Вот можно подобрать свои тени. Ну, в принципе, достаточно, да, вроде бы поярче они стали. И зафиксирую все это гелем для бровей. Вот этот гель мне очень нравится. У него средняя фиксация. Но, тем не менее, он хорошо мне фиксирует. Вот на целый день я вот так зафиксировала. Потом прохожусь просто вот, ну, тоже по линии роста бровей. Как бы немножечко их сразу укладываю, как мне нужно. Один раз прошлась, зафиксировала. Ну, и все, в принципе, вот. Вот так это все смотрится. Вот, немножко здесь лохматость уберу. Вот. Так. Ну, и теперь давайте мы с вами используем тушь. Хочу вам показать тушь, которая мне очень понравилась от Faberlic. Это Miss Curl. Это фиолетовая. То есть, она не синяя. Она именно фиолетовая. И когда она схватывается на ресничках и уже подсыхает, она становится потемнее. У меня свои реснички черные. Поэтому у меня вот такая как бы поволока получается. Если у вас светлее, то будет заметнее. И если вот, допустим, у вас светлее, вам ярковато будет. Можно сначала один слой пройти с черной тушью, потом кончики вот этой. Тоже, в принципе, будет хорошо. Я вам уже говорила, я набрала ее в запас. Такую тушь мне она очень нравится. И сейчас вот летом я ее пользуюсь довольно-таки часто. И она, кстати, подходит хорошо вот под пыль на такой вот, ну, вот такую гамму в макияже. Вот такие вот оттенки. Она смотрится замечательно. Так что я довольна полностью этой тушью. Давайте вот так. Сейчас буду носить, потом вам покажу, что получается. Буду смотреть в зеркало. Хорошая тушь. Щеточка здесь силиконовая в форме ложечки. Она прям удобная. Хорошо и подкручивает, хорошо фиксирует. Но при этом реснички не деревянные, не пластичные. В один слой. Сейчас покажу вам, что у меня получается. Что будет здесь у меня на ресницах. Так, давайте вот так. Вот видите, уже вот эту поволоку вроде бы на камеру, да, но ее заметно. То есть видно, что ресницы, они тушь цветная на ресницах нанесена. Так, давайте вам покажу. Вот видите, пока с вами разговаривала, немножечко все равно вот бальзам для губ, он как бы вот здесь, ну, как бы немножко он скатывается, что ли. Так, ну, я сейчас его удалю. Он, в принципе, уже потрудился. Губы напитал, увлажнил перед нанесением помады. Хотя, вы знаете, я вот, ну, на камеру, а с утра, конечно, не всегда наношу бальзам. Больше, ой, больше зимой немножко в глаз задело. Так. Ну, я буду носить три слоя туши. Я, наверное, сейчас немного отключу камеру, нанесу тушь, три слоя, потом к вам отключусь, и мы с вами накрасим губы вместе. Так. Хотя, можно, наверное, не отключаться, да, можно все это онлайн попробовать сделать. Ну, сейчас посмотрим с вами, потому что будет слишком, наверное, долго. Кто-то любит длинное видео, кому-то надо смонтировать коротенько. Я, девчонки, монтировать не люблю. У меня, в основном, всегда весь процесс, вот как он есть, что вот заказы я снимаю, вам показываю, как есть показываю все то, что я делаю, что здесь вот. Ну, вот видно, да, да, на камеру смотрю, видно вот эту вот немножко такую фиолетовую, как бы, по волоку. Если вы, я вам уже говорила как-то в каких-то видео, используйте стрелочки, то, в принципе, наверное, ну, один слой туши достаточно. Потому что стрелочка, все-таки я по себе сажу, вот когда я пользовалась подводкой, мне нужно было меньше слоев туши. Когда я перестала, то, ну, потому что тушь, она как бы усиливает яркость ресничного края, да, а когда вот ее подводки нет, то хочется нанести больше туши, чтобы вот за счет туши, вот сделать более вот эту выразительность. Ну, я вам говорила, уже не пользуюсь подводками. Лет до 27 я пользовалась подводками черной. Потом поняла, что с этой подводкой я, вроде бы, глаз выразительнее, но он становится у меня еще меньше. И вот эта графичность как-то, ну, вот, не знаю, может быть, как-нибудь, хотя как-то я пользовалась фиолетовой подводкой, вы говорили, что как бы ярче смотрится хорошо, но это давно было, несколько лет назад, в каком-то из видео. Но как-то вот не знаю. Сейчас пользуюсь тени. В принципе, можно вот эту линию тенями нарисовать. Пользуюсь ее тенями и тушью. Вот, видите, один слой, да, мы нанесли. Я уже не помню, девчонки, сколько слоев. В общем, вот так это все выглядит. Так, ну и давайте еще нанесу. Так, можно, знаете, как вот, я люблю вот этот прием. Сейчас попробую показать вам. Здесь как бы, когда вот так мы протягиваем по ресничкам, можно моргая немножечко, аккуратненько, то есть не сильно, потихоньку моргайте, тогда тоже тушь, она лучше прилипает, как бы лучше окунаются реснички и лучше прокрашиваются. А когда вы задерживаете вот так, то больше вот у вас наносятся туши. Ресницы при этом удлиняются. Более объемные тоже, более выразительные. Можно вот этой стороной, вот ложечкой вот так, тогда хорошо удлиняются они. Так, вот, уже вот больше, да, заметнее. Я крашу всегда и нижние ресницы. Люблю накрасить и верхние, и нижние, и тени тоже наношу и на верхние, и на нижние. Так, ну, то же самое, задерживая, наношу вот сюда. Так. Вот так. От корней прямо можно. Аккуратненько. Приподнимаем их, подкручиваем. Здесь такая, тем более, щеточка, как ложечка удобная. Вообще, люблю больше фибровые щеточки, но здесь очень удачная вот эта щеточка. Жаль, конечно, что у нас пропала из каталога такая черная тушь. Надеюсь, компания нам ее вернет. Пусть там может в другом флаконе, в другом дизайне. Но, кстати, вот эта фиолетовая от февраля 2023 года партия. Вот я заказывала их уже 4 штучки. Одну, я вам говорила, я продала девушке. И у меня сейчас 2 в запасах. Но вот это еще первая, которой пользуюсь я. Ну, в принципе, можно бы ее отправить уже в пустые баночки. Да, но она еще хорошо красит. Она у меня, наверное, уже сколько? Месяца 2. Я ее пользуюсь и очень часто. Вот, наверное, на прошлой неделе, вы знаете, я где-то раза 2-3 пользовалась черной. Где-то напополам у меня получается. А то фиолетовая. А до этого прям даже забросила черную. Стала пользоваться вот этой тушью. Она не смотрится вульгарно. Обычно, да, когда вот такие синие ресницы, там на женщине уже как-то... А здесь вот она смотрится именно красиво на ресницах. Так, ну вот, не стала ее отключаться. Сейчас немножко я еще вот здесь подкрашу. И, в принципе, думаю, что достаточно будет днем. Позволяет эта тушь наслаивать. Например, вы отвлеклись, да, и потом можно будет, то есть она как бы не фиксируется так сильно, что потом, знаете, бывает не продерешь ресницы. То есть уже все, уже это не нанесешь. Здесь это можно делать, можно моделировать. Я люблю такую тушь. Такой эффект мне у туши нравится даже больше. Так, ну и реснички нижние сделаем поярче. Тоже вот нанесу. Так, ну вот, видите, как она смотрится. Красивая, тушь хорошая. Ну, давайте нанесем помаду. Вы знаете, я хотела с нее, думаю, достану какую-нибудь там матовую помаду, вам покажу, или... А потом думаю, да нет, покажу вам, наверное... Вот, вы знаете, оказалось у меня она самая любимая, эта помада. Помада, у нее простой футлярчик, упаковка, много разных оттенков, они разная текстура, но вот те, которые выходили последние, в принципе, они вот такой текстуры, все, я уже говорила, это 4867 пыльно-розовая. Помада шикарная, само качество и сам оттенок, я думаю, подойдет на каждый день, наверное, любому человеку. У меня пойдет в пустые баночки. Такая, уже неудобно мне пользоваться, поэтому я достала новую, еще у меня есть одна в запасах, и у меня мама ее ценила. Очень красивый цвет, красивая помадка, на каждый день хорошо ухаживает за губами, не сушит, мне она очень нравится, придает объем, красивый глянец. Давайте сотру сейчас... Так, у меня салфеточка, платочек специальный. Так, сотру. Ну, вот такие у меня платочки, может быть, можно пользоваться, вот, брать их с собой там сумочки, ну, и хорошо для видео тоже использовать, вытирать бальзам с губ. Обычно за кадром делаю, но раз не стала я уже отключаться, давайте мы с вами сейчас вместе нанесем эту помаду. Вот, я, наверное, раза два ее воспользовалась, и вот недавно ее открыла. Это у меня еще с прошлого года с запасов. А вот я заказывала, недавно тоже пришла свежая, потому что она пропадала со складов. Ее, конечно, вы знаете, как вот несколько раз по губам возишь, вот в один слой, она прям вот совсем такая, видите, нежная-нежная, полупрозрачная. А когда... Ой, пахнет как приятно, карамельками. А когда вот так вот ее несколько раз, то есть она уже более такая сочная, объем к губам добавляется, и вот так она смотрится. Болтаю и губы крашу. Но она, вы знаете, мне за что нравится. У нее настолько шикарное качество, у этой помадки. Вы знаете, хоть пиши компания Фаберлик, не выводите нам эту помаду, пожалуйста, оставьте нам ее в каталоге, потому что действительно она очень удачная, она шикарная. Вот у меня это мой фаворит. Хотя у нас много упаковок, и на магнитике, и вот если вы любите увлажняющие помады, питательные помады, которые вот не сухие текстуры, не стойкие текстуры, то вот это вот одна из лучших в каталоге. Ну вот честно, девчонки, она шикарна. На каждый день вот для возрастного макияжа она настолько освежает, она настолько приятная, настолько комфортная. Даже, наверное, привередом девочкам, кто не может найти помаду, она подойдет. Даже если она сейчас идет не бонусом, она бывает бонусом, без скидки там за 200 рублей, возьмите, она того стоит. Вот советую вам эту помаду. Вот сколько у нас в каталоге помад. Она вроде бы такой, как пыльно-розовый оттенок у нее, он и недешево смотрится, и как бальзамчик на губах, и ухаживает хорошо. В общем, готова петь дифирам в этой помаде. У кого она любимая? Напишите в комментарии, девчонки, что 4867 вам тоже нравится. Посмотрим, сколько нас, оценивших эту помаду. Так, ну вот болтаю немножко, заехала сюда, кривовато нанесла. И вот я вам не договорила. Вот сколько ее я наношу, сколько я с ней болтаю, она у меня не скатывается в полосочку. Вот что очень хорошо. Потому что бывает, ну как, да, вот мы там где-то вышли там куда-то на прогулку, трудимся мы там на работе где-то, да. И, ну бывает, когда вот разговариваешь долго, а потом думаешь, так, у меня помада там не скаталась в полосочку, то как-то оно это некрасиво смотрится. Бывает, да, вот встретишь женщину, разговариваешь, у нее помада здесь вся вот в полоску вот ускаталась, и это как-то, ну, смотрится немножко как бы неопрятно, да, неаккуратно, и немножко как бы вот отталкивает, да, когда вот есть вот эта помада, этого не делает. Сколько я человек общительный, болтливый, люблю поболтать, сколько с ней разговариваешь, она просто немножко как бы постепенно исчезает, потом с губ немножко как бы подпитывается, и потом смотрится совсем деликатно. Но полосочки я от нее никогда не видела Вот нравится мне помада Действительно шикарнейшая 4867, девчонки советую Упаковка простая Пластиковая, цена бюджетная В каталоге Но сам стик, вот этот, вот это содержимое Вот эта начинка, она шикарна Просто шикарна Очень удачная В общем, вот такое было у меня видео Вот такой получился ежедневный мейк Люблю я еще помадки Ицклия Летом использует, но больше вот такими текстурами Летом, и если из матовых Очень люблю Кис Пруф Вместе с нашим праймером Кстати, Кис Пруф сейчас идет По акции в каталоге Попробуйте, там тоже такие есть 46-й, 45-й оттенок Вот они тоже в пыльно-розовой гамме, если вам такие нравятся На лето они будут замечательные Ну и вот так вот В общем, показала вам, как вот обычно Я стою ежедневно с утра, что я делаю И заодно показала вам Кис Редства Которыми я сейчас люблю пользоваться Ну вот, конечно, вот эта палеточка Да, вот она мне сейчас пока пролеживает Потому что вот я вам показала У меня на данный момент вот эти Вот эти румяшки Ну, просто захотелось вам показать И вот этот хайлайтер И давайте, наверное, покажу вот эти румяшки Немножечко покажу их в действии Сейчас я возьму вот У меня две кисточки чистенькую Они вроде бы как яркие в этом Вот, смотрите, да, наносится ярко Вот, посмотрите Ну, конечно, здесь у меня уже есть румяна Надо было вам на разные Вот, нанести Вроде бы вот нежно наносишь И вот насколько они освежают Здесь, конечно, есть уже Не тот вот эффект немножко Но я думаю, вам понятно Вот они смотрятся прям вот освежающие Вот они именно вот Такую свежесть какую-то придают Хорошие румяшки 64.08 У меня такие от них в запасе Я не помню, в каталоге на них акции или нет В общем, присмотритесь, хорошие Ну, все, накрасились Поболтали Пишите любимую помаду Вернее, если у вас 4867 любимая Пишите, да, у меня тоже любимая И еще какой-то вопрос вам задавала Уже не помню Ну, в общем, ладно Я думаю, в видео сориентируйтесь Ну, а теперь говорю, до свидания С вами была Виктория До новых встреч на канале Субтитры сделал DimaTorzok